Челябинск Здесь находится знаменитый на весь мир Челябинский метеорит Чем еще он нас удивит? Сейчас узнаем Нас я имею ввиду не только нашу семью, но и нашего гостя Ну что, Арсен, здорово, что ты к нам пришел Сегодня скажи, пожалуйста, мне первый вопрос Саша тебе написал, что мы приглашаем тебя поучаствовать в проекте У нас особенный ребенок, она на коляске, ей 2 годика Что представило сознание и совпало ли ожидание с реальностью? А ты имеешь в виду, что сейчас вот здесь реальность? Вот это реальность? Да, вот мы вот такие, вот наша красавица Василиса Так ли ты это представлял, когда тебе вот это все скинули, предложение? Слушай, ну если честно, да, потому что мне отправили Саша отправил мне сразу же все очень подробно Я посмотрел, я понял, о чем речь, о ком речь, как это будет происходить И почему я, меня часто спрашивают, а почему вы соглашаетесь вообще? Я говорю, ну, наверное, потому что у меня бабушка была В свое время инвалидом И у нее она была парализована на всю правую руку И на всю правую часть И также на коляске Она с палочкой В общем, мы с ней занимались, учились ходить заново Вот для меня это очень близко, рядом И очень хочется, чтобы все было хорошо здесь Смотри, Арсен, мы тебя пригласили сегодня в Краеведческий, Челябинский Краеведческий музей Скажи, пожалуйста, был ли когда-нибудь здесь? Был очень давно, очень еще был, когда школьником Это, наверное, год так 98-й, может быть, 99-й Да, на самом деле, я тоже была очень давно, когда здесь было двухэтажное здание А сегодня, смотри, какая красота И я думаю, там очень интересно И думаю, что самое время туда пойти Прямо сейчас? Ну да Классно, погнали И прежде чем попасть внутрь, у посетителей есть возможность прогуляться по набережной А для автолюбителей здесь есть просторная парковка Чтобы подняться по пандусу, мы обошли музей Да? Погнали, погнали Ора! Так, нам в восточную башню, вход у нас там За что я хочу сказать, что пандус достаточно хороший Угол наклона хороший, потому что ребенок и поднялся, и спустился достаточно легко Скорость я не боюсь? Здание музея построено по инициативе бывшего губернатора Петра Сумина А мы сейчас живем на улице, названной в честь Петра Ивановича Бывает же такое По пути мы встречаем кнопки вызова помощи для маломобильных людей Что не может не радовать Проходите, пожалуйста Проходим Здравствуйте 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 Так, сейчас мы билеты приготовим Билет на постоянные экспозиции музея для взрослых стоит 200 рублей А для школьников и студентов 100 Для детей дошкольного возраста посещение бесплатно А для людей с инвалидностью действует скидка 50% Обратите внимание, здесь тоже есть мягкий спуск Легко коляска может спуститься А еще хочу обратить внимание на то, что есть вот такая вот специальная дверца Обратите внимание, да? Она открывается специально для колясок Поэтому через турникет не нужно проходить Это тоже удобно, это тоже очень здорово Очень здорово, что в Челябинском краеведческом музее есть специализированный лифт Обратите внимание, на котором можно с коляской подняться на второй этаж Сейчас мы его и опробуем Ждем Здравствуйте Здравствуйте Заезжаем Нет, ничего такого, наоборот, хорошо, что он в принципе есть Достаточно плавный Как будто бы фильм какой-то снимаем Зато безотказный Триллер Вот, слышали? Безотказный и безопасный Прям, прям как я Обратите внимание, мы из лифта попадаем сразу же в зал Зал природы и древней истории От носорога до метеорита У нас вопрос такой Где, Арсен, ты был, когда упал метеорит? Свою историю помнишь? Конечно помню, хочешь прикол? Да Я был в Доминикане И значит, мы новости смотрим там Метеорит упал на Челябинск Ну там же все новости сразу же сумасшедшие Звоню, жене трубку не берет Родителям трубку не берет Думаю, ну все, кошмар какой-то Трясти начинает В итоге мне перезванивает жена через А2 Алло Я говорю, ты что? Как, что там? Что случилось? Я спала Я говорю, метеорит упал Какой метеорит? Вот и так Слушай, примерно то, что там было у нас с Сашей Так что? Чучело животных выглядят очень натуралистично Действительно, есть на что посмотреть Сейчас мы большого посмотрим Хорошо Парня, большого Заинтриговал Василиса Смотри, какой большой Ого Это рог Это рог самый большой Как видишь, у дяди Арсена нос большой А у носорога тоже нос большой Далее отправляемся в зал истории и народного быта Здесь огромное количество подлинных предметов и объемной экспозиции Они помогают посетителям перенестись на несколько веков назад О, а что это такое? Скиф, скифа, скифское каменное извояние То есть, я так понимаю, что вот это все, что здесь есть, это все на Урале нашлось, наверное, да? Да, да Ну, это, конечно, очень круто Очень богатый Урал, да? Экспозиция в зале истории и народного быта посвящена жизни людей на Южном Урале От эпохи раннего Железного века до конца 19-го Можно побывать в древнем городище и в крестьянской избе Увидеть, как действовала в 18-м веке доменная печь Полюбоваться интерьером купеческой гостиной и посетить ярмарку А также заметить заботу о маломобильных людях в веке 21-м О, это мода, что ли, тех годов? Как будто какой-то, как их, Шерлок Холмс Сыщик, это сыщик Как будто бы сыщик Сумочки тут всякие, вон, как Да, до которых сейчас можно носить Вообще, как говорится, всегда все возвращается Согласен, да А платьишко-то какое? Это даже сарафанчик такой А, это получается циферка 5, это мешок для белья Нет, это 4 Цифра 6, платье башкирки это Башкирки, вот В 50-х годах Глядя на то, как Ярослав с Василисой рассматривают экспонаты, мы поняли Что им здесь так же интересно, как и нам Про детей я читала, что ты пишешь, да, что ты Особенное отношение у тебя к ним, к детям на празднике Ты обязательно уделяешь им время, то есть не пропускаешь Да, и я к ним отношусь как взрослый И они от этого настолько кайфуют отдыхать Я говорю, что сидите, давайте, поднимайте бокалы с морсом Погнали Классно Ну, наверное, потому что Ко мне хорошо относились Наверное, потому что у нас действительно двое в семье Старшая сестра И мы чувствовали и видели эту любовь По отношению к нам и к другим детям И у нас вообще у армян Ну, вот мы приехали в Ереван с сыном То есть спустя 25 лет я приехал в Ереван с сыном На свою улицу, где я рос, где я жил Я стоял, плакал Потому что, ну, это такое место силы моей, энергии, оказывается Что вот я там зарядился на ближайшие 2-3 года И у нас армян И с детьми все играют Вот у меня друг живет в Америке Он говорит, я скучаю, говорит, по этому Потому что там, говорит, если к ребенку подойдет Может, могут на тебя в суд подать Что ты вот что-то улыбнулся ему как-то не так Посмотрел на него как-то не так Тронул зачем его А вот, говорит, я поэтому скучаю И когда мы приехали в Армению У меня сын же беленький, кудрявый И все с ним фоткали Мы могли, у меня Юля, жена, она обалдела Я мог просто, я говорю, мы заходим в ресторан Нету детской комнаты Я просто отдаю персоналу И мы спокойно сидим час-полтора едим Они там с ним еще-чем-чем-чем играют Ну, у нас так принято пока А вот нежности На фоне древнего городища А также экспозиция о жизни кочевников Ярослав подумал, что она сделана из Лего-Сити У меня была даже сцена одна Одна, я ехал через всю Москву С замка там у нас в лифте была сцена Я в лифте делал вот так Ага Все Все? Все в сцену Сколько снимали по времени? Ну, я не знаю, минуту, наверное, снимали Если не меньше Я потом вышел из лифта и говорю Где мои аплодисменты гениального актера? Браво! Все Мы решили вернуться обратно в зал истории Василису больше потянуло к животным И я ее понимаю Смотрите, как круто сделаны экспонаты Вот я недавно прочитал книжку очень крутую Джо Диспензен, автор Сила подсознания Да, да, я тоже Конечно Ну вот, он же все прекрасно с помощью физики объясняет Все вот здесь Я представляю, что моя Василиса получает препарат Неделя проходит, он звонит и говорит Это на сколько, на сколько, желание, да? Да, желание, да Я, конечно, еще пыталась много Конечно, ничего не получалось Плохо пыталась, значит, надо еще Панула книжку прочитать Я узнал, сколько стоит коляска Я прошу тех ребят, которые создают эти коляски Пощадите, пожалуйста Людей, родители, мам, пап Вот 250 тысяч Вы что, с ума сошли, что ли? А ребенок растет А ребенок растет, да Ну, просто ужас, слов нет Ну, вот так вот Дорого болеть Дорого болеть, точно Профилактику Вот, мы уже говорили Профилактику надо делать Профилактику нужно делать Это значит, нельзя ничего трогать Красавчик И Верик у нас очень системный парень Он все по правилам То у меня сейчас, если бы сын здесь был бы Я так думаю Вот если Василиса бы у нас Ну, хорошо была бы обычной норматипичным ребенком Мне кажется, она бы была тоже Потому что она на своей коляске, представляешь Она может доехать, кому-то на ногу доехать Специально Обратите внимание Да, у нас Ярослав никогда не разукрашивал обои Эта дама все Все Антипод Антипод Ярослава Да Но мне кажется Не мне кажется, я уверен, когда все будет хорошо Она вам еще даст Обязательно Прикурить Опа, кто это-то разворачивается сам Да ладно Молодец Давай до нас поехали тогда Сама расправляешь А я тут что-то тебе помогаю Вот она я Вот она я, умница Бей пять Бей пять Нет? Ну и ладно Нет Правильно Знаешь, почему? Потому что я руки не обработал Все верно Все верно Все верно Арсен, ты шоумен КВНщик, актер Ты работаешь там, где надо Твоя фраза Да А ты действительно работаешь там, где надо И ты чувствуешь свое предназначение в этом? Да, ты знаешь, я разговаривал с очень умной девушкой Как сейчас Вот, и она мне сказала, что Ты должен найти свою миссию Какую пользу, какую миссию ты несешь для этого мира, для планеты всей Вот, к сожалению, для планеты я еще пока вот в поисках А для людей я понимаю, что у меня миссия вот уже как 18 лет Я людям приношу улыбки, радость, счастье Это касаемо видения А если брать вообще, то это с шестого класса Это с 94-го или 96-го года Вот, я там, по-моему, был в шестом классе И я начал играть в КВН И до сих пор мне нравится, когда люди улыбаются Когда у них хорошее настроение Я люблю, чтобы люди были добрыми Учитывая мою фамилию, она связана с солнцем Солнце, лучи солнцем Мне всегда говорят, ты как солнце Какой-то такой яркий, теплый, добрый И я говорю, а без этого невозможно в жизни Нужно быть добрым, это должно идти от сердца Нужно быть веселым, в хорошее настроение И никто не должен знать, что у тебя творится в душе и в голове Вот как-то так Хорошо Ты учился в ЧГПУ Да Давай уточним, на кого? Учитель биологии, психологии, химии Скажи, тебе удалось поработать после... Пять лет преподавал в университете Да, в главном корпусе на Алом Поле Преподавал пять лет Институт дополнительных творческих и педагогических профессий По классу студенческий театр эстрадных миниатюр Обалдеть Было дело Ну, естественно, я по профессии преподавал в девятых классах В одиннадцатом классе Практику еще проходили в школе И как раз девятый класс, он же самый такой, сложный У меня была там анатомия И мы как раз проходили мочевыделительную систему Было весело Было очень весело Когда я говорил, особенно почечная лоханка И там из-за этого пар Ты что, как Иванова, что ли? Вот эти вот Сумасшедшие подростки В хорошем смысле этого слова Потому что мы были такими же Ага Арсен, насколько мне известно Вот сейчас в педагогических институтах Есть отдельные там специализации Да Где обучают педагогов Общаться с особенными людьми И вести уроки с особенными детьми Вот это я А, ну да А есть ли такая дисциплина для обычных педагогов? Да, у нас было Но у нас было как у психологов Мы работали с такими детьми Я помню, мы и в садиках работали И в школе у нас были такие И причем в классе присутствовали ребята особенные И мы с ними тоже прорабатывали работу Но может быть потому что мы психологи Вот допустим у нас есть учителя Были биология, география Не знаю, учили их или нет Ага Ну вот как на твой взгляд Правильно ли, что особенные дети Учатся в классе с нормотипичными детьми Или лучше все-таки особенные отдельно Нормотипичные отдельно Вот обучение Ты знаешь, это очень такой тонкий, скользкий Я бы сказал вопрос Знаешь почему? Потому что у меня у самого Ребенок ходит в коррекционный садик Он ходит в необычный садик В коррекционный садик Потому что у него астигматизм И там учатся особенные тоже дети С одной стороны классно Потому что они подтягиваются за моим сыном Но с другой стороны У меня сын единственный лидер получается Единственный, который может нормально видеть в очках Руками шевелить, ногами петь и так далее Это может быть для самого ребенка тяжело Я не говорю, что я за своего ребенка переживаю Это может быть тяжело быть особенным ребенком Но социум с другой стороны привыкает И должны все понимать Что у нас даже, вот я уже говорил Есть клуб «Наше место» У нас есть целая, вот прям отдельная, я бы сказал, отрасль Называется равный равному Там дети особенные и дети не особенные И мы за то, что это равный равному Все равны Тогда вот вопрос о педагогах То есть вот если дети перемешаны Получается, что каждый педагог, который выпускается Да, из педагогического института Обязан, да, общаться, уметь общаться с особенными детьми Не проще ли обучить вот 50 учителей Разделить всех по классам деток Деток, да, особенно И они именно в них запускают Все-таки полторы тысячи специалистов обучить Это уже сложнее Как вот ты считаешь? Ты знаешь, у меня мама с папой до сих пор преподают В общем, взрослые ребята уже, они преподают И я преподавал И сейчас мне, если честно, очень жалко учителей и педагогов Почему? Потому что прав практически никаких у нас не осталось Если раньше, обычный пример приведу Попсовый самый пример, который можно приводить вечно Если раньше, Карапетяна, оно встал и вышло А я был забияко Встал и вышел из класса Все, как бы выгнали меня, и я не мешаю Сейчас этот учитель, преподаватель не имеет права этого сделать Это во-первых А во-вторых, ты сама видишь, мы вообще перешли на какое-то дистанционное обучение И отвечая на твой вопрос, я не знаю, что будет правильно Действительно ли обучать 50 человек Вот именно по узкой специальности Либо всех там полторы тысячи, как ты говоришь Очень сложно сейчас Во-первых, это и нужна, мне кажется, каждому учителю каждую неделю нужна психологическая помощь Потому что это очень сложно И я когда преподавал, было 30 с чем-то человек в классе Были у нас двое особенные И это сложно, чтобы все внимание твое на них не уходило И еще у тебя тут 30 человек есть И ты понимаешь, что им тоже нужно дать информацию И на самом деле это сложно Но мне кажется, нужно, чтобы учитель был универсальным парнем Мог делать, ну или девушка Мог и с особенными детьми работать И с... я даже не знаю, как правильно сказать Особенные и не особенные И норматипичные, да Как тебе удавалось вот контактировать со всеми, объединять всех? А слушай, получилось, видимо, тогда еще были свежо все знания Мы же нас же всегда учили, нам говорили так Наша задача, наши учителя, преподаватели Наша задача не только вас научить, наша задача еще и дать вам возможность, чтобы вы находили сами литературу, информацию по данному какому-то там случаю, предмету и так далее И мы это научились делать И когда мне что-то было непонятно, я тут же раньше не был такого быстрого интернета Я тут же либо звонил ребятам, у которых есть опыт больше, либо встречались мы, либо в библиотеку А здесь, когда это происходило здесь и сейчас, когда нужно было сейчас вопрос решить, это все на интуитивном уровне происходило Потому что я тебе рассказывал за кулисами, вот, что у меня бабушка болела долгое время, тетя, родная, сестра моей мамы, у нее была онкология, да И я это все видел, я видел, как относится мой папа к своей теще, как относится мой папа к сестре своей жены, то есть моей мамы Как мама сама к этому ко всему относится, сколько мы все вместе, как мы через это все проходили Нам ставили такие же очень короткие сроки на жизнь, но в итоге из двух лет из-за нашего отношения, из-за любви к жизни У меня тетя 16 лет прожила, поэтому здесь все в голове, как настроишь себя Настроишь себя, как вокруг всех настроишь Одному настроиться сложно, и сложно идти одному Почему сейчас, заметь, даже вас двое, вот сейчас здесь, да, вы вдвоем делаете, потом вы подключаете людей, вы собираете команду Команды единомышленников намного легче работать, когда вы смотрите в одну точку, и у вас одна конечная какая-то цель определенная, тогда намного легче работать Были какие-то ситуации, вот ты говоришь, что были дети у вас с ДЦП, да? Что кто-то там к ним как-то относился не очень хорошо, бежали или еще что-то Ой, к счастью, у меня это не... Я слышал про такие истории, что есть, потому что, знаешь, дети же, ну это уже, я даже не говорю, наверное, как родитель больше, не как психолог по образованию, да? Да, они же прям стопроцентно говорят правду всегда, и иногда эта правда порой такая обидная, такая жгучая, и попробую объяснить У меня сейчас ребенку 14 лет, да, дочке, вот у нее сейчас просто в голове взрывы происходят, а что происходит у особенных детей, это же вообще очень психологически сложно Но мне повезло, у нас не было такого, и ты знаешь, есть такой эффект трех секунд называется в преподавании, то есть за три секунды вообще в психологии, если так называется И в преподавании в том числе, потому что это все взаимосвязано За три секунды, то есть ты человека не знаешь, и вдруг увидела его, просто увидела в течение трех секунд, у тебя полностью в голове его портрет создается И потом мне сложно, допустим, ты меня увидела первый раз, и мне сложно будет этот портрет изменить Все, вот ты зафиксировал, это нужно нам раз встретиться, два, что-то мне сказать, что-то мне сделать, чтобы ты, а, он другой человек на самом деле И вот нам когда сказали, вы сейчас в класс зайдете, вы должны так зайти, чтобы вот этот эффект был в течение трех секунд Ну, как бы он не три секунды, естественно, минуты две-три больше нужно, чтобы портрет Но первые три секунды, они самые важные Я когда в класс зашел, я зашел так, я был одет так, не то, что я был одет дорого или еще что-то, нет, не в этом Я был одет как учитель, как нас учили Я зашел, все это все ровненько, аккуратненько, чистенько, я зашел с таким взглядом, что если что-то здесь пойдет не так, у тебя будут проблемы со мной И они все вот так вот сидели, и никто не мог ничего сказать на моем уроке И сразу же дал понять, что я смешной парень, я с юмором все в порядке у меня, но я строгий Я видел, как моя мама, ого-го, я бы не хотел, чтобы я занимался у моей мамы, но дома она пушистая и мягкая, а вот там она строгача Мы с тобой пересекались на одном мероприятии, и на тебе в тот момент была такая толстовка, там было написано «Равный равному» Откуда у тебя такая толстовка? Ну вот как раз клуба «Наше место», Анди, нам помогают ребята, многие, и как раз-таки сделали вот такие лимитированную версию «Равный равному танцу» У нас есть «Равный равному танцу», «Равный равному художественное направление», «Равный равному творческие танцы, песни» и так далее И нам, как большим друзьям клуба, нам организаторы подарили, хотя мы сами организаторы То есть «Равный равному» это именно о том, что люди с особенностями занимаются такими вот обычными вещами, как танцами, КВН А какую миссию ты выполнял? Я был лидером проекта, лидером проекта был, и один из проектов был, мы выходили на улицу, тоже «Равный равному», в формате «Равный равному» Мы выходили на улицу с плоховидящими, с неслышащими, с вообще невидящими ребятами И их задача была, на колясках были ребята, их задача была к случайному прохожему подойти и попросить обнять «Можно я вас обниму?» Ага Это было просто бомбически, люди с таким удовольствием подходили, обнимались Но мы это все снимали тоже на вид, такой социальный проект был Ну ведь были кто не совсем сдавили? Ни одного не было, все Мы пошли на центральную улицу, на Алое поле, на Кировку пошли Было еще прохладно, что самое интересное Вот примерно по-моему такая же погода была, может быть чуточку теплее было, но помню ветрено было и все обнимались Вообще все То есть ты считаешь, что в принципе у нас люди готовы к тому, чтобы особенные люди выходили на улицу и люди готовы к тому, что их увидеть В принципе Да, мы с тобой говорили о взглядах, помнишь вот тоже, когда гуляли по музею, что люди как-то странно смотрят, да, кто-то как-то странно реагирует Ну не в обиду людям, но мне кажется это не от большого ума просто, вот и все И на таких людей не надо обижаться, вообще не надо ничего, просто так же проходить мимо и все Не притягивать к себе такое вот внимание С 2020 года нашей Василисе поставили диагноз В марте нас всех тут закрыли И ты знаешь, нам даже как-то стало полегче от того, что мы не одни в беде Потом мы наоборот боялись, что из-за коронавируса будет тяжело препарату доехать до нас, спасительному лекарству до нас В общем для нас пандемия была и спасением и главным страхом Как на тебя повлиял локдаун? Ой, это меня заставило думать по-другому, эта вся история Заставило выйти из зоны комфорта, хотя я никогда не нахожусь в этой зоне комфорта, да, но здесь она прям максимально заставила, она выдавила просто Затем мы ближе стали с женой, еще ближе Но я делал даже обращение к президенту и губернатору нашему правительству, я понимал, потому что у нас был там чат определенный Там около 300 человек находилось и все просто страдали От того, что я актер, от того, что я не хочу никого обидеть, от того, что может быть я вкладываю практически, не практически, а всю жизнь в себя, в развитии своего бренда У меня еще были какие-то возможности зарабатывать И поэтому я как-то на плавусах оставался Но появились зато лок, как там правильно, даун, у меня появились новые проекты Онлайн Новые идеи, да, у меня пошли мероприятия онлайн, за которые, естественно, тебе тоже оплачиваются Но люди стали хитрыми, они понимают, что у тебя нет мероприятия, они начинают сбивать цену Но ты остаешься все равно очень гордым и не двигаешься И в итоге, зато сейчас, если говорить, я боялся, что этого не будет, но потом в какой-то момент я своей жене сказала Я говорю, Юля, я жду, знаешь, какого момента? Она говорит, какого Я говорю, когда все разрешат Я говорю, я буду просто вот так стоять и говорить, приходите, приходите в мой дом, идите, идите Потому что люди соскучились Соскучились Поэтому общение по всему, по обниматушкам, по танцам, по целоватушкам, ну и для свободных людей и по кексу тоже соскучились Что тут скрывать-то, да, Витя? Ну, слушай Мы вот с Юлей по этому поводу не скучали Скажи, ты знаком с Сергеевичем? Да, конечно, знаком Мы с ним еще знакомы до того, как он появился в Comedy Battle, в Comedy Club Мы с ним знакомы с КВН, мы с ним вместе в поезде ехали Он приехал, разорвал тусовку, в хорошем смысле этого слова Всем своим вот этим, он не обижается на эту Но для нас мы его подкалывали, он жестко подкалывали Ну, он позволяет, да? Конечно, но это хорошо, когда есть такая самая ирония, что так будем ее называть Он просто очень глубокий человек, с чувством юмона Он так же, как и ты, участвовал в проекте Comedy Battle Да, да Только на сезон раньше Давай представим, вы в одном сезоне, в одном выпуске У тебя не будет ощущения какого-то неравенства Ведь человеку с особенностью больше все-таки сочувствия, больше эмпатии Ну, знаешь, на сцене тем более все равно Вышел на сцену, доказывай Поэтому нет Нет Вообще нет Я думал, ты мне скажешь, вот вы прошли финал, набрали одинаковое количество Там, грубо говоря, баллов от жюри И вот вам говорят, решайте, типа, ты будешь победить в семье Я бы сказал, я бы победитель Вообще бы никаких там не возникло, что он какой-то особенный Я думаю, почему? Ну, вот зато он очень хорошо этим владеет Он владеет, как бы используется И пользуется, да И я в свое время пользовался своим носом и сейчас пользуюсь И он, как бы, пользуется своими особенностями И на этом выезжает, с чего это вдруг я должен, как бы Он молодец, потому что он вышел На польском телевидении есть такие развлекательные передачи Наподобие нашего «Галилео», «Джунгли зовут» Где в каждом выпуске обязательно условие, что участвует человек с особенностями На твой взгляд Если у нас на российском телевидении в каждом выпуске юмористических развлекательных передач Будет человек с особенностями Это как-то поможет относиться к ним, как к обычным людям? Я думаю, да, но Есть, знаешь, есть родители Вот вы являетесь родителем, вы, слава богу, адекватные Но есть неадекватные родители Давай их смотреть правде в глаза, да И это непонятно из-за чего Что они вообще такие неадекватные Или из-за того, что у них особенный ребенок И что бы ты ни рассказывал, что бы ты ни объяснял Ты все равно будешь неправ И что касается телевидения Это очень сложная работа Если есть очень крутые психологи, которые работают на телевидении А они есть Тогда это нужно делать Потому что если ты делаешь, допустим, ютуб-канал Лучше, ну, не рисковать Подготовиться основательно к этому каналу И действительно, чтобы детишки тоже Не только дети, но и взрослые ребята же есть Участвовали в этих проектах Почему я за? Да Чтобы, во-первых, как ни крути Как бы мы не хотели этого, как бы мы от этого не уходим Но все же, чтобы человек С какими нормами? Нормотипичный Нормотипичный, да Нормотипичный человек В сложную ситуацию Помогал особенному человеку Это очень важно Это очень важно И если Ты знаешь, если этого не делать с детства Если это не говорить Родители, мама, папа В полноценных семьях, неполноценных семьях Если это не будут говорить своим детям Это не Хоть ты на телевидении делай это Говорит что? Что нужно помогать таким детям Нужно быть с ними вместе с такими детьми Нужно считать их равными Это нормально Потому что мы все человек Все, мы человек Не важно, какие особенности у тебя Ты человек, ты человек, я человек Мы равны Поэтому Есть человек, есть животные Есть же все равно Ступени эти разные Даже У меня Порой Я Хочу поругаться Сказать Почему так Даже ролики всякие Смотришь Человек к человеку Относится хуже Чем человек К животному Вот собачек, кошек Мы так любим Лапку там Сломала Хромает О, е 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 от то к человеку так не относиться вот мне на меня вот это несправедливость порой мне прямо на раздражает поэтому чтобы мы вышли на уровень равны равному чтобы мы вышли на уровень чтобы все спокойно сидели занимались и как бы и человека норма типичный получил по затылку за свои деяния скажем так в классе к примеру да и особенный человек за свои деньги тоже что получил позаду и позаду подзатыльник понимаешь вам тебе не не прощается потому что ты особенный да ты особенный все хорошо но давайте раз ты с нами значит ты претендуешь на это правильно не работай над собой и мытью в этом помощники подтягивайся за нами точно такое мнение по этому всему на телевидении нужны такие но я не во всех этих конечно же телевизор не во всех шоу но есть она и в танцах помните есть и в комедии есть и в комедии баттл есть и в песнях есть вот если мы говорим про мой любимый канал тут надо сердечки что появились сейчас но рейтинге ведь все равно ведь упали бы если бы час слушать у нас в клубе наше место есть стендапер он будет я плохо слышу и плохо вижу а есть стендапер который вот так вообще дцп у которого он вот так и он начинает когда шутить это истерика просто вы понимаете что я на слабе всегда как будто мы пьяный и все и понеслась и он и онлайн выступал и оффлайн выступает нормально абсолютно когда идут вот норма типичные люди да а потом раз появляется особенный и он еще шутит над этим и он еще понимает что не все потеряно как бы наоборот можно у меня есть моих мастер-классах у меня есть такая тема называется минус на минус дает плюс вот если ты сам думаю что это минус произошел возьми еще один минус и сделал из этого плюс водка я беру пример сюда слышно бель всегда я где у меня вот такой шнобель представь я маленький как бы как мы говорили уже про детей что не самую правду для нас а ты на пиддлик то как только меня не звали участвует смешно вот и теперь я выхожу на мероприятие уже сколько лет у меня одна и та же фраза всегда на любом мероприятии я говорю здравствуйте ну там моя фраза а потом вторая идет фраза вот которая всегда и чтоб сегодня не было так и бородатеньки носатеньки можно взять микрофон и поздравить я с удовольствием представлюсь то есть дают сразу людям понять что мне на это да пофиг я такой же как и вы то есть какая-то вот эти есть особенность и важно ее в принципе в свое достоинство это сложно но это психологически сложно очень особенно для кого-то это физически да вот и в нашем случае тоже но это можно и это нужно тем более когда еще рядом есть люди которые помогают на это подталкивают и тогда попроще будет конечно очень классно что ты говоришь такие вещи арсен то чего спасибо норма типичного человека слышишь что ребят я готов если вы будете выходить на сцену я рад вам я думаю что это очень многих нас мотивирует кто будет смотреть наш выпуск но ях да я хочу обратиться к ребятам с особенностями вообще ничего не бойтесь в этой жизни выходите вы делаете то что вы хотите особенно на сцена сцена любит всех поверьте и сцена принимает абсолютно всех если мы говорим сейчас конкретно про сцену а что касаемо там youtube каналов его вообще в принципе канала в тиви канала вы можете просто ставить снимать записывать из этого что-то получится 1 сняли 23 5 10 на 101 на 26 на я не знаю на 37 раз а у кого-то из первого раза обязательно получится это вот проверено поверьте еще вопрос это наш постоянный вопрос смотри в россии особенных людей называют люди с ограниченными возможностями здоровья европе таких людей называют люди с повышенными потребностями как думаешь если мы на законодательном уровне изменим эту формулировку повлияет ли это на отношение к особенным людям в россии у нас менталитет такое ты понимаешь когда что-то создавалось это же не просто так создавалось да мы понимаем что европа максимально толерант как ко всему вообще и ко всем но мне кажется точно формулировка здесь правильно что люди с ограниченными возможностями но так и есть давай смотреть правде в глаза потому что мы так не кажется таким образом будем обманывать особенного человека мы и так говорим что он особенный если мы еще будем с повышенными повышенной потребности наоборот знаешь как там правильного в европе с повышенным потребностями мне кажется это неправильно что значит повышенную потребность вот для меня повышенную нужно специальное оборудование для поднятия но не купи машину купи оборудование знаешь тут мне кажется что мы обманываем обманем людей таким образом мое мнение когда я четко понимаю что человек с ограниченной возможности понимаю что он действительно ограничен ну давай отбрать прям по слову разберем человек с ограниченными возможностями действительно ограничен в каких-то своих физических психологических возможностях на это же правда получается и только из-за этого у него есть потребности повышенные правильно да вот суться они потому что ну мне кажется здесь у нас такое не пройдет нужно человеку понимать что норма типичному запомнил ведь вот что человек действительно с ограниченной возможности но это человек равный тебе вот это нужно дать понять людям вот над этим надо работать а то что по завышенной потребности но мне как вот видишь как я отреагировал менталитет такой вот для что значит повышенной потребности что это ну-ка ну-ка расскажите мне ты конечно вот коляска в нашем случае 250 тысяч до сих пор в голове как бы не укладывается ну реально не укладывается в голове чтобы взять даже не уже не буду про это говорить кстати кто будет смотреть напишите в комментариях вообще нормально нет вот и по мне так я понимаю что я не сделаю вот это но сделаю вот для человека с ограниченной возможности сделаю вот это все равно у нас жизнь я всегда говорю все сбылось все сбалансировано все 50 на 50 не дай бог вот у нас примеру взять наш пример мою бабушку мою тетю я уже говорил не были да больны у нас тоже была коляска у нас все это было и как бы папа прекрасно понимал потому что папа скажем так основным спонсором был да это я потом уже позавстел начал как-то что-то тоже помогать папа понимал он купил допустим машину не как которую хотела купила намного эконом-класса машину но тоже на колесах ну и все зато были на колесах понимаешь вот они эти выгодители права какие-то потребности ну просто сами люди вот живущие да типичные то есть он если они услышат да что этот человек с повышенными потребностями это как бы так ну приукрашивает что ли и как бы некось наборок это название отталкивает может быть другое какое-то название мне кажется это название отталкивает очень сильно вот меня но оттолкнул вот икс раздал меня сразу как то почему это и мне сразу вопросы возникает почему а зачем как что это за человек а когда человек с ограниченными возможностями здесь уже все понятно ну все понятно естественно что человек с ограниченными возможностями но человек с ограниченными возможностями может это исправить знаешь если бороться с этим вот как бы вот это нужно объяснять и тем людям нормотипичным да и особенно людям с ограниченными возможностями объяснить что это реально это возможно не надо обманывать, это обман. Я не люблю обманывать. У меня ощущение складывается, что это как-будто обман какой-то по отношению к особенному человеку, не по отношению вот к нам. Ну, ты знаешь, интересная такая мысль. Ну, вот я всегда говорю первое, что приходит в голову. Я никогда не говорю, вот какая мысль появилась, сразу же ее проговариваю. Вот мне так кажется. Может быть не согласиться, конечно. Нет, как я могу не согласиться? Это твое мнение. Это интересно. Людям с особенностями довольно непросто приходится в городской среде. Вот как ты думаешь, веришь ли ты, что в нашей стране будет доступная среда для людей на колясках? Верю. Верю. Нужно побольше проводить акции, побольше об этом говорить, побольше делать мастер-классов, побольше обращаться и, конечно, это появится. Ну, вообще, вот наш проект, на самом деле, Арсены затеяли с той точки зрения, что чем больше мы будем об этом говорить, тем больше, да. Почему-то у нас так получается в нашей стране, что когда люди объединяются, когда что-то просят, когда дают о себе знать. Вот получается. Ты несколько раз говорила про нашу страну. Я тебе скажу, так как я много до пандемии работал в других странах и общался на ломаном с кем-то, немецким с кем-то, на английском, по переводчику. Поверь мне, вот везде одинаковая ситуация. Да? Абсолютно. Я тебе говорил про своего друга, который в Америке уже живет, уже 9 лет живет, не 7, а 9 лет. Просто когда мы общались, он 7 лет жил. Сейчас уже где-то 9 лет, он дальнобойщик, он вообще всю Америку и всю Европу уже проколесил. И вот мне рассказывает, где, что и как. И я еще общаюсь, поэтому в любой стране, когда люди объединяются, тогда, если ты еще объединяешься на какое-то благое дело, тогда обязательно это произойдет, это случится. Потому что все мы люди, все мы человеки, и у нас у всех есть сердце. Какой бы там железный перед нами человек ни стоял, все равно у него есть сердце и душа. Нужно об этом помнить. И всегда нужно пробраться в это, в первую очередь, в это сердце, в эту душу, чтобы человек изнутри понял, насколько это важно, насколько это нужно. У нас же есть парень, как его? Лев. Урбанист. Полвладов. Да. Вот он, он же делает. Раз, капля, два, капля, три, четыре, пять. Вот она, полная чаша, и, пожалуйста, есть результаты. Все равно есть результаты. Не все, конечно, но есть результаты. А такой, он один такой. А если будет два, три, четыре, пять, десять таких, хотя бы на один миллион. Он один на полтора миллиона в нашем городе, да? На полтора миллиона. Это как вот нас, два, три ведущих на полтора миллиона, на весь город. Который, ну, которых знает, по крайней мере. Я за то, чтобы объединялись, за то, чтобы помогали. Как мог, кто, как может. Никто тоже не говорит, нужны деньги, деньги нужны. Хотя деньги нужны всегда. Особенно на особенных. Да, и нужно объединяться, нужно делать. И не только тогда, когда вас эта тема, не дай Бог, коснулась. Такое пожелание. Слушай, ну, у меня все вопросы заданы. Я хочу сказать, Арсен, что ты вообще открылся для нас с другой стороны. Ага, спасибо. Ты красавчик. Друзья, позади меня находится тот самый Челябинский метеорит. Сегодня мы разговаривали с Арсеном и спросили у него, где же был ты, когда упал этот самый метеорит? Он был в другой стране. Его жена проспала все падение метеорита. Наш папа тоже проспал падение метеорита. А теперь у меня вопрос к вам. Где вы были? Что с вами случилось в день падения метеорита? Самая интересная, самая захватывающая история, выиграет и получит от нашей семьи детскую книгу. В конце я всегда задаю, проверь, звук записался. А то мы один раз снимали так, снимали 7 часов, а потом еще плюс 8 часов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА